Всем привет! С вами Илья Рогов и сегодня я поговорю о теме опасная Волга. Ну а также не Волга, а остальные реки в ваших городах, водоемы. Я сегодня хотел бы рассказать про случай, который произошел у нас 22 числа 2014 года, ноября 22-го. Волга погиб мальчик, ему было 13 лет, он пошел вместе с 10-летним братом своим, и они катались на коньках. И видно, лед их не выдержал, это произошло на Донховке, на мосту, находящемся рядом с Лаянцевым заводом. Там, как знаете, теплые течения, это я обращаюсь к тем, кто живет в нашем городе, это город Кнакова с вами общается. Вот. И из-за видно теплого течения лед их не выдержал, и мальчик провалился. Вызвали помощь, спасатели пришли, они не могли сначала вытащить 10-летнего мальчика, и не смогли вытащить, к сожалению, мальчика, которому было 13 лет. Я, к сожалению, не знаю, как его имени, но мои друзья, и Ольга Александровна, мой преподаватель, ее знакомые, они были родителями этого мальчика, поэтому для всех это сейчас очень печальная новость, для родителей большое горе. И мальчик зацепился коньком за корягу, и он оттолкнул своего брата, чтобы его смогли спасти, а сам ушел под воду и утонул. Поэтому я хотел бы вам дать парочку советов. Во-первых, холодная вода, она минимум у нас где-то плюс 2 градуса, она довольно теплая, из-за этого лед был недостаточно прочным. В более холодной воде человек может прожить самое большое, это 6 минут. До 7 минут может дожить только довольно сильный, здоровый мужчина. После этого происходит переохлаждение, и из-за шока сердце останавливается. Значит так, начнем про лыжников, да, наверное. Сейчас очень многие интересуются лыжным спортом. По крайней мере, все будут интересоваться зимой, когда появится снежок. Это будет, наверное, месяц декабрь, январь, когда уже будут снега, появятся сугробы, и всех почему-то потянет пойти либо в лес, либо через Волгу или через реку. Значит, дам парочку советов для начала. Во-первых, никогда не надевайте лыжные палки на свои, вот у них есть такие веревочки, не надевайте их на руки. Никогда. Потому что если вы провалитесь под воду, эта палка, вы ее не сможете снять, у вас не будет для этого времени. Вам надо, либо вам нельзя ни в коем случае бултыхаться, вам надо просто схватиться за лед и попытаться выбраться. Но ни в коем случае не бултыхаться, потому что лед может и дальше разойтись. И если вы начнете паниковать, и при том закурите глаза, начнете закрывать голову, еще попытаетесь нырнуть и найти где-нибудь еще другое место, вас может отнести течением, и вы просто не найдете выхода из этого лабиринта. И вы просто... Значит так, если вы будете находиться в холодной воде, первым делом советую вам снять ботинки и всю тяжелую одежду, которая будет вас тянуть на дно. Плюс, никогда, если вы отправляетесь с какими-то вещами, с рюкзаками, не надевайте их и не пристегивайте. Надевайте на дно плечо, если вы начнете проваливаться быстро. Скидывайте никаких вот это... Любят очень люди, их пытаются схватить, выкинуть, ни в коем случае. Бросайте нафиг, тут на кону стоит ваша жизнь. Значит, вы бултыхаетесь в воде. Первым делом, если вы падаете, попытайтесь хотя бы спасти телефон. Потому что в этом случае вы, если уже будет у вас состояние, если вы сильный человек, который закаляется, и то, даже такой человек, не факт, что сможет там прожить 5-6 минут, попытайтесь вызвать помощь, назвать точно то место, в котором вы находитесь. Но я бы на это не рассчитывала, потому что пока они соберутся, пока помощь прибудет, вы уже умрете, скорее всего, от переохлаждения. Действуем быстро. Первый совет для лыжников и для тех, кто любит ходить по льду. Никогда не ходите в тех местах, где нет людей. Потому что если вы провалитесь, вы не сможете никого позвать на помощь. Это значит, вы, скорее всего, погибнете. Если отправляются 5-6 лыжников, может быть, даже 8, между ними должно быть как минимум 5-6 метров расстояния между друг другом, потому что они не должны перевешивать какую-то часть льда, потому что она может не выдержать веса, изменения давления, и лед даже вот из-за изменения давления просто вот так трескается. Еще раз объясню о лыжниках. Не надевайте ни в коем случае лыжи на ботинки. Если вы уже закрепите, вы не сможете их снять. Они вас будут, во-первых, тянуть, во-вторых, если вы застрянет нога, как вы будете выбираться, я представить не могу. Поэтому ни в коем случае не прикрепляйте лыжи к своим ботинкам и едете. А как же тогда их крепить? Не надо их крепить. Что ж тогда, на валенках ездите, что ли? Не надо крепить. Просто поставил ноги на лыжах и пытаешься пробираться вперед. И стараться палкой тыкать вперед. То есть не самому... Если палка войдет туда, как в снег, то есть она туда пройдет, значит, лед не совсем плотный. То есть она должна минимум удариться. И еще дам совет. Вот многие есть такие глупые мальчишки, которые прыгают по льду, проверяют, топают по нему, твердый он или нет. Я, честно говоря, тоже это люблю делать, но ни в коем случае на глубине. Потому что теплые течения, они довольно коварные. И река за зимнее время, за летнее, она может забирать и по 12, и по 30 человек. Есть такие города, в которых погибают очень много людей именно из-за того, что проваливаются под лед, и именно не из-за того, что утонули, а из-за того, что переохлаждение происходит. Если вы попали в лунку, так сказать, в ту дырку во льду, где холодная вода, ни в коем случае не паникуйте, потому что у вас будет заканчиваться дыхание. Могут начаться приступы, то есть... Как вам правильно сказать? Судороги. Это будет адская довольно боль, но вам надо сделать вот так руки, чтобы вы не проваливались. То есть не делать руки вот так вот, не проваливаться дальше в лед. Если вы увидели, что кто-то из взрослых тонет, ни в коем случае сами к нему на помощь не бежите. Вы только потратите время и сами, возможно, утонете, потому что не знаете техники. Если это ребенок, у него провалился родитель, в любом случае набирайте... Пап, как телефон МЧС, напомню? МЧС? Да. М4, полу. Это газ. Служба спасения, по-моему, 911, что ли? Ну, это не у нас, это за рубежом. Ну, надо изучить этот еще вопрос. Да. Ну, пускай напишут в комментариях, куда звонить. Я хотела бы, чтобы вы, да, написали в комментариях, куда звонить. Обязательно звоните не в полицию, а в службу спасения, потому что полиция, знаете, вряд ли она будет заниматься этим делом. Служба спасения вызывает, они приезжают со специальным оборудованием и вытаскивают человека. Но это не гарантирует то, что его вытащат оттуда живым. Потому что уже, скорее всего, к тому времени он умрет. Я сказал, 6-7 минут, а они соберутся там минимум минут 10, потом приедут минут 20. Долго это. Поэтому, если проварился ребенок, с ребенком это страшно, конечно. Ребенок начинает сразу паниковать. А, ты сказал, что ребенок, который вытащили, где сейчас под капельницей? Он сейчас находится под капельницей, у него перехлаждение сильное. Шок. Так вот, я не дорассказал до конца. Если взрослый хочет спасти другого взрослого, вы лягте на лед, дайте ему палку или веревку. Ни в коем случае не становитесь на лед, как это кто-то любит делать, когда спасает. На тебе веревку, а я тебе буду отходить назад. Вы сами, треснет под вами лед, потому что вы тащите еще тяжелее человека, и вы перевешиваетесь. Когда вы ложитесь, тело равномерно находится на льду. Поэтому это считается не опасным. И вы также отпалзываете. Он аккуратно выбирается. Он доползает до берега. Он не должен сразу себя снимать куртку. Он снимает с себя куртку только на берегу. Он доползает. Доползает, не бежит, не идет, как это тоже любит. О, мне холодно, я побегу сейчас. Ползет. Как бы тяжело ни было, надо проползти. Это мера безопасности. И после того, как вы проползете, вы можете его уже снять одежду, обогреть его. Но ни в коем случае не надо вот этого. Если он провалился, ну, а он пролетит. Человек может подхватить и ОРЗ, и большинство болезней. Воспаление легких. Воспаление легких. И человек может просто не дожить до завтрашнего дня. Сразу вызываете скорую. Скорая приезжает. Человек увозит в больницу. Ни в коем случае не надо думать, так вот пролетит. Один раз пролетит, точно то же самое я вам говорю про лед. Думаете, я сейчас перепрыгну нормально. Перепрыгнул один раз, второй пролетело, а в третий уже все. Ну вот еще перебью. Завтра, кстати, вот похороны. Хоронят рыбака. Провалился. Он работал со мной на работе. Сейчас на пенсии. Рыбачил. Пошел рыбачить. И не вернулся домой. Завтра похороны. Вот тоже похороны. Опасная рыбалка. Сейчас тонкий лед. Пошел он у старой пристани. Это где, кто знает, с Конакова. Вот там, видимо, ручей какой-то есть теплый. Подмывает лед. И провалился. Хотя он был очень опытный рыбак. Всегда говорил, что не пойдет на тонкий лед. То есть вот. Даже самый опытный человек может ошибиться. Знаете это. Лучше не ссуваться на лед. Я вам сразу даю совет. Чтобы вот не спасать себя, просто не ходите на лед. Нет, можно ходить. Но когда он уже окрепший, когда река замерзла уже как следует, тогда уже можно. То есть я диване ходил тоже на лед. В тот день, как раз, когда провалился мальчик. Тоже как раз к тому месту, кстати, ходил. Они там ходили с другом. Я снимал, ходил на Волгу. Вот как катаются на коньках. Ты сказала, да, что эти два мальчика на коньках катались? Да. Коньки, тем более у них такая поверхность. Она сразу туда проваливается. Нет, он провалился под мостом. Там идет сброс фаянцевого завода. Там же теплые течения. Да, хоть и завод стоит, но там еще что-то, видимо, все равно скидывают какую-то воду теплую. И там подмывают под мостом. Это около фаянцевого завода. На реке Донховке было. Это очень страшная смерть. Тоже, я считаю, бессмысленная. Любая смерть страшная. Но имеется в виду... Очень страшно, что она постепенно. Ты не сразу умираешь, ты постепенно. Это холод себе ощутить, еще утонуть. Просто ребенку еще жить-то жить, конечно. Да, 13 лет всего. Спортсмен, он, по-моему, спортом любил заниматься. Он в нашей школе учился. У нас были поминки, цветы ему тоже были. Конечно, я хотел бы передать самолезование его маме, его отцу. Потому что, да, для них сейчас это большое горе. И я надеюсь, что их друзья и близкие поддержат их. Я надеюсь, вы тоже их поддержите. Ну, в общем-то, берегите себя. Берегите, да. И не ходите на лед. Река очень коварная. Всем пока.